Недобросовестных владельцев агроусадеб нужно переводить в разряд индивидуальных предпринимателей, а значит, они лишатся налоговых льгот. Речь о тех, кто под видом усадьбы развивает гостиницы и рестораны. Такое мнение сегодня озвучили в Минске на форуме, который собрал экспертов в области туризма, налогообложения и бизнесменов. Главной темой в очередной раз стал проект указа по агроэкотуризму. Сейчас в нем прописано, что владельцам усадеб могут запретить размещать более 20 туристов одновременно, а также проводить юбилеи и свадьбы. Чтобы оказывать такие услуги, придется открыть ИП и платить налог. Зато в усадьбах по-прежнему можно будет предоставлять питание и проводить культурные мероприятия, например, купалье или масленицу. Налог для добросовестных владельцев агроусадеб не изменится. Указ на сегодняшний день говорит о том, что до 2021 года вот эти виды деятельности должны развиваться. Поэтому как раз-то здесь цель стоит о том, чтобы и дальше субъекты агро-туризма развивались. Но мы говорим именно об агро-экотуризме. Поэтому сейчас и речи не идет о повышении ставки сбора за агро-экотуризм, поскольку государство и дает возможность еще развиваться этому бизнесу именно на селе. Мы за год провели пять свадеб. Но эти свадьбы, они отличаются от тех свадеб, которые проводятся в ресторанах. То есть мы на усадьбах стараемся сами немножечко украсить зал в стиле усадьбы, немножечко с элементами старины. Те деньги, которые мы зарабатываем от свадеб, эти деньги идут. Вот мы купили спортивный инвентарь. У нас находится 15 пар коньков. У нас находится пять пар лыж, пять велосипедов. Проект указа по агро-экотуризму сейчас находится на рассмотрении в Совмине. Его обсуждение продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова